МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТВ 21+. И обо всех самых интересных событиях этого дня расскажу вам я, Всеволод Краснов. Но сначала коротко о главных темах этого выпуска. Поддержка предпринимателей, подготовка к новому учебному году и отопительный сезон. Расскажем, какие актуальные для северян темы обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве. Увидеть красоты заполярье с корабля, попробовать свежевыловленные морские деликатесы, поохотиться за обитателями дна. Я думаю, вам интересно узнать, сколько все это стоит. На пяти площадках Мурманской области стартовал вылов краба. Побываем на необычном сафари и выясним, какие подводные камни могут ожидать туристов. Студенты и школьники со всей стороны выяснили, кто самый главный историк. Я сначала в шоке была. Я думаю, что, как. Узнаем секреты у победителей фестиваля «Исторический максимум». Выходной в лесу, прогулка, обед и несколько часов тяжелой работы. Мы убрали сухостой и вняк, то есть деревья мы не трогаем. Мы эко-волонтеры. Выясним, что получится, если металлургов пустить в заповедник. Клоуны, циркачи, стендаперы и поэты в одном месте. В Манчегорске в шестой раз прошел фестиваль «Искусств табуретка». Покажем самые яркие моменты. В Мурманской области стартовала вторая волна приема заявок на получение губернаторского стартапа. Об этом рассказали на оперативном совещании в областном правительстве. Как подать документы на конкурсы, на какие суммы могут рассчитывать участники, расскажем в сюжете. В этом году предприниматели из Мурманской области уже получили почти 30 миллионов рублей субсидий. Столько же из областного бюджета выделили для второго этапа конкурса «Губернаторский стартап», прием заявок на который начинается уже сегодня. Можно получить до 1 миллиона рублей. Самозанятые граждане вправе претендовать на поддержку до 500 тысяч рублей. И напоминаю, что по отдельным проектам, а это проекты, реализуемые в ЗАТО, проекты на создание аптечных пунктов, а также проекты для членов-участников специальной военной операции, поддержка составляет 2 миллиона. На какую сумму можно рассчитывать, какие документы необходимо подготовить и как правильно оформить заявку? На эти вопросы ответят специалисты регионального бизнес-инкубатора. Их номера телефонов вы сейчас видите на экране, а отсканировав QR-код, можно открыть подробную инструкцию по получению субсидии. Обсудили на совещании и грядущий отопительный сезон. У коммунальщиков осталось чуть больше трех недель, чтобы подготовить жилфонд, и пока не во всех муниципалитетах ситуацию можно назвать удовлетворительной. В Мурманской области больше 7,5 тысяч объектов жилфонда, 120 котельных и больше 11 тысяч километров инженерных сетей. Такой объем инфраструктуры необходимо успеть подготовить к отопительному сезону до наступления холодов. На сегодняшний день готовность жилфонда к работе в осенне-зимний период составляет 63%. Котельных – 66%, сетевого хозяйства – 69%. В среднем показатели хорошие, однако, если брать отдельные города, ситуация выглядит не так оптимистично. В то время как в Апатитах к отопительному сезону готовы 82% жилых домов, в Оленигорске всего 3%, а в Североморске вообще один. У коммунальщиков есть еще три с половиной недели, чтобы исправить ситуацию. Совсем иная картина в сфере образования. Все школы и детские сады области признаны готовыми к новому учебному году. Там, где ремонт еще продолжается, к 1 сентября должны организовать работы так, чтобы это не мешало учебному процессу. А ремонтов в этом году немало. Значительная часть делается по программе Arctic Schools. 100 грантов на 263 миллиона рублей. Кроме того, 1 сентября на базе школ в регионе откроются 12 центров дополнительного образования «Точка роста». Там будет оборудование, которое позволит изучать физику, химию и биологию на профильном уровне. Новая техника к началу учебного года появится и в 14 колледжах. На обновление материально-технической базы из региональной казны выделили 343 миллиона рублей. В частности, большие изменения ждут Кавдорский политехнический колледж. Учебное заведение получило федеральный грант по программе «Профессионалитет». Эти деньги пойдут на создание образовательно-производственного центра на базе колледжа с профильными мастерскими, современными тренажерами и новейшим автопарком. 100 миллионов из федерального бюджета, 15 из региональной казны и 20 миллионов частных инвестиций. Теперь все договоренности заверены печатями. Сегодня руководство колледжа, министр образования и директор Кавдорского ГОКа подписали соглашение о партнерстве в реализации этого масштабного проекта. К слову, скоро закончатся каникулы и в регион начнут возвращаться школьники, студенты, дети и их родители. С собой они могут привести не только хорошее настроение, но и вирусы, грипп, ОРВИ, COVID-19. Медики призывают северян пойти на опережение и позаботиться о своем здоровье заранее. Сейчас эпидобстановка в Мурманской области стабильная, но специалисты регистрируют постепенный рост заболеваемости. Период отпусков заканчивается, и люди начинают возвращаться в Мурманскую область. Есть вероятность привести вирус в Заполярье из красных регионов. Таким цветом на общей карте статистики заболеваемости отмечены, например, Республика Крым и несколько субъектов в средней полосе. Цифры тоже говорят об ускорении темпов заболеваемости. Если в начале месяца в России регистрировали около 11 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки, то сегодня эта отметка перевалила за 33 тысячи. В Мурманской области ситуация стабильная, но рост все равно заметен. С начала августа количество инфицированных за неделю северян увеличилось втрое. Сейчас в регионе каждый день в среднем заражаются по 64 человека. Увидеть красоты Заполярье с борта корабля и попробовать свежевыловленные морские деликатесы, поохотиться за обитателями дна. Речь совсем не об океанском круизе. На пяти площадках у попережья Баренцева моря стартовал туристический вылов краба. Наши корреспонденты узнали, что это, сколько стоит и о каких подводных камнях стоит помнить туристам. На необычном сафари побывал Даниил Скуратов. Сегодня мы находимся на краю земли, в Териберке. И приехали мы сюда не просто так, ведь 16 августа тут стартовал любительский лов краба. Прямо сейчас мы отправились за ним. Берег Баренцева моря. Теплый ветер, температура чуть больше 20 градусов. Сезон крабового сафари только открылся. Со всей страны на Кольский полуостров уже поспешили любители необычного отдыха. Но и мы вместе с ними. Когда еще представится возможность не только красивыми пейзажами полюбоваться, но заодно выловить, а может даже и приготовить, не сходя на берег, один из самых популярных морских деликатесов. Я думаю, вам интересно узнать, сколько все это стоит. Тысяча рублей стоит путевка, она же лицензия на вылов краба за одну осу. До сентября можно спокойно вылавливать 10, после сентября только два краба на одного человека. Дальше надо арендовать краболовки. Это примерно 3-4 тысячи рублей. Ну и, собственно, команда с кораблем. Длится рыбалка около трех часов. Из них примерно 45 минут добираемся до места лова. Там туристов обычно уже ждут ловушки. Их скидывают заранее, чтобы повысить шанс на хороший улов. Правда, сначала краболовки предстоит еще достать. Чтобы вы понимали, процесс этот небыстрый. Прошло уже примерно 5 минут, а краболовку все не видно. Все дело в том, что она располагается на глубине примерно 60-120 метров. Это очень глубоко, примерно 4 десятиэтажных здания. Сама ловушка – это конус с приманкой внутри, чаще всего рыбой. Краб в поисках еды проваливается внутрь и уже не может сбежать. Или наши ловушки за что-то зацепились, или они наполнены морскими обитателями. Лебедка не справляется с весом, перестает тянуть веревку. Приходится помогать вручную. На лицах нетерпения, ждем богатой добычи. И вот первые трофеи. Две крупные особи. К слову, в этом году квота на вылов 100 тысяч тонн. В прошлом удалось выловить чуть больше половины. Это значит, что в ближайший сезон краба хватит на всех. На рыбалке никогда не знаешь, повезет или нет. В этот раз на борту оказались только самки, которых, скрипя сердцем, пришлось отпустить. Но с правилами не поспоришь. Забирать можно только самцов с размером панциря не менее 15 сантиметров. Большинство таких красавцев, по словам капитана, сейчас ушли на глубину. И вернутся только в середине осени. Тогда возможных участков для лова станет больше. Пока что их пять. Мы дополнительно в том году предусмотрели еще дополнительно три участка. Сейчас эти участки находятся в федеральных органах власти для дальнейшего согласования. Как только будут проведены все необходимые конкурсные процедуры, они также будут принимать туристов на территории нашего региона. В прошлом году крабовое сафари пользовалось большой популярностью. Всего за год было выдано более полутора тысяч путевок. Туристы выловили свыше 16 тысяч особей краба. В этом есть и шансы поставить новые рекорды. Ведь до 1 декабря, когда сезон закончится, еще немало времени. Данил Ускуратов, Максим Чинкин, ТВ21+. В продолжение темы туризма и экологии. Волонтеры проекта «Понеслось» открыли для себя заповедник «Пасвик». Прежде они помогали только с обустройством Лапланского и впервые забрались так далеко на север Мурманской области. Вслед за ними отправилась съемочная группа ТВ21, чтобы узнать, когда их теологам и орнитологам нужна помощь сварщиков и аппаратчиков. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. И даже в воскресенье и в 7 утра. И я проведу в дороге еще 4 часа. И мы со съемочной группой уедем на самый край света, чтобы познакомиться с людьми, для которых такой подвиг – это совершенно обычное дело. 187 километров от Мурманска до Никеля, 3 КПП, еще 20 километров до Ворот. Отсюда уже слышно пилы, топоры и музыку. Волонтеры комбината «Добра» Кольской ГМК с самого рассвета работают в заповеднике «Пасвик». Доски красят и покрывают раствором, защищающим от вредителей. Через несколько дней из них построят входную группу. Хотя строителей среди этих людей нет. Здесь аппаратчики, газосварщики, инженеры из разных цехов КГМК. Денис – обмотчик элементов электрических машин. Но благодаря разным проектам он освоил столярное дело, искусство маляра и садовода. Честно, в этом нет ничего сложного, потому что это наоборот даже тебе плюс в саморазвитии, получать что-то новое, тем более, что в дальнейшем, например, даже если ты захочешь какой-то домик себе построить, ты уже будешь понимать то, с чем ты раньше работал. Эту дорогу когда-то протянули для обслуживания глухой плотины. Насыпи, отделившие реку Минникаёки от реки Пас. Сейчас она в аренде у Норвегии, и страна присматривает за этой территорией. Пройти туда можно, но путь утратил необходимость. Десятилетие. Это прекрасное место было доступно только сотрудникам заповедника. Они исследовали растительный мир, наблюдали за популяциями птиц и считали видом ха. И пусть эти данные понятны только ученым, разглядеть всю эту красоту способен любой человек. И поэтому было решено поделиться ею с миром. Ради перемен не придется вырубать деревья. На этом настаивали биологи Пасвика. Вдоль грунтовки установят информационные щиты, а на берегу озера несколько стоянок со скамейками и столиками, перилами и точками для фото. Нам надо показать северный лес. Тем более, что здесь, по тропе на глухую плотину, леса самого разного возраста. Здесь леса, которые никогда не видели рубок, а также леса, которые рубились во время Великой Отечественной войны. Леса, которые осваивались в 80-е годы, когда здесь еще не было заповедника, был лесхоз. Попасть сюда непросто. Нужны разрешения и обязательное сопровождение экскурсовода. Но впечатление определенно стоит этих усилий. Открыть тропу надеются уже в сентябре. Разумеется, для каждого волонтера, кто потратил силы и время на этот проект, на церемонии будет предусмотрено почетное место. Александра Клепцова, Борис Савельев, ТВ21+. Мы продолжаем выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. 22 августа – День государственного флага России. Праздник учредил первый президент страны Борис Ельцин с формулировкой «в честь восстановления исторического флага». Первые упоминания того самого полотнища относятся к 17 веку. Именно триколор был назван флагом царя московского. В конце 19 века Николай II подтвердил его статус как национального. В 91 году 20 века флаг вернулся в качестве символа Российской Советской Республики. А в 93-м белая, синяя и красная полосы стали знаком новой страны – Российской Федерации. Каждый из этих цветов неспроста занял свое место. Сегодня день российского флага. Вы знаете, что символизирует каждый из его цветов? Нет, не знаю. К сожалению. А догадки, может быть, есть? Ну, красный, например. Ну, красный – победа, например. Правильно, логично. Мы знаем, что символизирует его цвета. Скажи, Татьяна. Ну, красный, например, символизирует отвагу. Прекрасно. Да. Белый – честь. Благородство. Благородство, да. А голубой – прекрасное, светлое, мирное небо, за которое всегда боролась Российская Федерация. Прекрасно. В субботу, потому что в субботу проводилось мероприятие в областном дворце имени Кирова. И там как раз оно было посвящено российскому флагу. В преддверии праздника они устраивали концерт. Сегодня многие носят эти ленточки на сумках, вывешивают из окон или прикрепляют к машинам. Знак уважения к триколору. Тем временем в Мурманске определили лучших знатоков истории. Школьники и студенты со всей России, от Новосибирска до Калининграда, боролись за это звание на фестивале «Исторический максимум». На протяжении четырех дней они обменивались опытом, погружались в прошлое русского севера и изучали заполярные достопримечательности. Мы награждаем Ромазину Аврору. Аврора из города Сергеев-Пасад участвует в фестивале «Исторический максимум» уже не впервые. В прошлом году в Санкт-Петербурге победить не удалось. Зато в Мурманске сразу первое место. Говорит, что любовь к истории для нее важнее усердной подготовки. А потом, когда объявили первое место, я сначала в шоке была. Я думала, что как вообще. А потом уже все как-то стали хлопать. Думаю, ну ничего себе, классно, как все получилось. Никита же, наоборот, начал подготовку, как только узнал, что прошел отбор. Парень долгое время мечтал побывать на севере. Теперь рад, что удалось совместить приятное с полезным. Юноша стал победителем в главной номинации «Историк». Задания проходили в таком режиме, что не успевал испугаться их. Сразу достаточно такие жесткие сроки, и поэтому сразу приходилось браться за написание, браться за работу и все. Для победы нужно было стать лучшим в четырех испытаниях – эссе, тест, квиз и своя игра. Принять участие мог любой желающий – от новичка до профессионала. Главным критерием был возраст – от 16 до 30 лет. Идея фестиваля пришла организаторам 6 лет назад. Валентина Чикина хотела создать что-то похожее на тотальный диктант, только по истории. Теперь развивает проект. У нас вообще есть, конечно, большое желание посотрудничать больше с администрацией города Мурманск, с Мурманской областью. И, возможно, найти какое-то финансирование со стороны непосредственно города для большего привлечения участников с Мурманской области непосредственно. Поскольку, например, в этом году из тысячи претендентов, которые вообще захотели поехать на фестиваль, у нас только около 11% – это были представители Мурманской области. Всех участников ждали сертификаты и приятный ужин. А победителям достались еще и ценные призы от партнеров. Теперь организаторы планируют вернуться на север с новой программой для ребят помладше. Кирилл Горпеняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Манчегорск в прошедшие выходные стал творческим центром региона. В городском парке отгремел фестиваль искусств «Табуретка». Звезды кино и стендапа, знаменитые циркачи, писатели и художники. Такой праздник мы не могли пропустить. В разнообразии активностей поучаствовала и Элина Шагенова. В городском парке Манчегорска акробаты демонстрируют ловкость. И гибкость, уличные циркачи веселят народ. Сотни людей пришли и приехали на фестиваль искусств «Табуретка». От разнообразия активности и арт-объектов разбегаются глаза. А вы когда-нибудь думали, как будет выглядеть Гарри Поттер с вашей улыбкой? Я никогда, но в этом шатре и думать не нужно, надо примерять. По-моему, ему идет. В одном шатре дети переносятся в мир виртуальной реальности, в другом занимаются рукоделием. Взрослые не отстают. Пробуют себя в актерском мастерстве и рисовании, отдыхают и слушают выступления музыкантов. Юлия Мягкова приехала из Снежногорска специально на фестиваль. Отсюда она увезет с собой не только яркие воспоминания, но и свою картину. Красиво. Как называется картина? Северный лес. Лена, иди. Как? В вечернем свете. Северный лес, вечерний свете. А почему именно вот лес? Вдохновились тем, что нас сейчас окружает? Да, и была. Был сегодня мастер-класс такой по северному лесу. Забрать с собой можно и главный символ праздника – табуретку, расписав ее акриловыми красками. Упустить такую возможность я тоже не могла. Чтобы получить свою табуретку и раскрасить его, сперва нужно нарисовать эскиз, чем я сейчас и буду заниматься. Табуретка раскрашена, и теперь она отправится к нам в редакцию. Довольствоваться малым не будем. Перемещаемся к табуретке по большим. В самом разгаре открытый микрофон, где каждый может прочитать стих или прозу «Вдохновение посетило и меня». Был арт-объект, стал фестиваль, на всю страну известный. Никто представить и не мог такой судьбы чудесной. Теперь стремится в Манчегорск маэстро и любитель, поэт, писатель, юморист и их трудов ценитель. Из табуреточных вершин, без лишнего конфуза, делиться самым дорогим, чем наградила муза. Пока одни занимаются творчеством, другие наслаждаются выступлением уличного клоун-театра «Высокие братья». Самому везучим удается в нем даже поучаствовать. Как здорово, что из чисто поэтического фестиваля, смотрите, к чему пришли. Мы пришли с вами клоун-аде. Хороший театральный трюковой клоун-аде, как нам кажется, в котором мы работаем. Это замечательно, потому что поэзия, она многогранна. Она и в кино, и в клоун-аде, в цирке, в театре, она везде. Поэтому, наверное, мы здесь и находимся. И еще хочется нам отметить, что очень замечательные, классные зрители. Вечером праздник продолжился в городском центре культуры. Здесь все серьезно. Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, аплодисменты зрителей и актеры из фильма «Дух Сейда». Премьера фильма собрала полный зал зрителей. Мистическую драму с группой подростков снимали в Манчегорске. Для начинающих молодых актеров это стало полноценным дебютом. Я вот когда-то думал, ну что там происходит вообще. А в итоге оказалось, что опять же все такое намного масштабнее, чем я себе представлял. И мне позвонили, сказали, ты в главной роли, я еще и в главной роли. Куда я ввязался? Да, куда я подписался. В итоге мне все понравилось, было очень классно. Обалденный режиссер, сценарист, команда. Все молодые, на одной волне. На этом вечер не закончился. За настроение гостей взялись участники школы стендапа, актриса сериала «Я не шичу», Лена Новикова и звезда «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин. Я расскажу зрителям, что такое профессия, что такое кино, как оно делается, зачем даже все это. Ну, опять же, говоря ленинскими словами, искусство принадлежит народу. Фестиваль искусства организовал фонд «Живая классика» в партнерстве с компанией «Норникель». Еще семь лет назад никто и не думал, что необычный арт-объект трансформируется в масштабное культурное событие, а теперь трудно поверить, что когда-то было иначе. Ирина Шегенова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. «Союз импортеров» – это компания, которая до санкций возила в Россию верхнюю одежду от ведущих мировых производителей. После ухода ряда знаменитых брендов их продукция стала недоступна в России. Однако сейчас удалось наладить параллельный импорт. Параллельный импорт позволяет возить продукцию ведущих брендов одежды без согласия правообладателя торгового знака. Теперь покупатели снова имеют возможность носить любимые вещи по приятной цене. Компания «Союз импортеров» более 15 лет занимается импортом верхней одежды из Италии, Германии, Канады и Финляндии. Как вы знаете, что сейчас очень многие европейские производители ушли из России. И на время покупатели лишились возможности приобретать их одежду. Однако, благодаря принятому закону о параллельном импорте, наша компания имеет возможность не только вновь ввозить качественную верхнюю брендовую одежду, но и продавать ее по более низкой стоимости. Так как сейчас нет необходимости соблюдать рекомендованные цены и платить отчисления правообладателям. На выставке продажи можно найти норвежские и немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы. Изделия выдерживают до минус 50 градусов, оборудованы защитой от ветра и влаги. Благодаря таким наполнителям, как пух-перо, биопух и верблюжья шерсть, обладают теплозащитными свойствами. Не сбиваются, не меняют цвет, служат не один десяток лет. Куртка качество отличное. Ребенку тоже понравилось. Цена приемлемая. Всем спасибо. Широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволят подобрать одежду на любой вкус. Воспользоваться возможностью и купить одежду европейского качества по приятной цене можно с 23 по 28 августа. С 11 до 20.00. В торговом центре «Детский мир» на проспекте Ленина, 48. Помещение слева от МТС. В Заполярье широкополосный доступ по всемирную сеть есть почти у 90% домашних хозяйств. Мурманская область стала лидером по этим показателям среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский на форуме «Цифровая эволюция в Калуге». Так, за последние три года к интернету подключили 106 социально значимых объектов. Например, обеспечить качественную связь удалось в Териберке благодаря приходу оптоволокна. На достигнутом останавливаться не будут. По словам министра, в 2022-2024 годах на субсидирование операторов связи выделено 180 миллионов рублей. Это значит, еще больше северян смогут следить за новостями региона на нашем сайте. Уже сейчас он вошел в топ-25 по количеству посещений среди порталов региональных телекомпаний России. Статистические данные опубликовал директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких в своем телеграм-канале. Рейтинг составили на основе данных более чем 400 площадок. Именно на нашем сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале вы сможете найти еще больше интересных и актуальных новостей Заполярья. Также не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А если у вас есть собственные темы для новостей, звоните в редакцию по телефону 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области. На вторник 23 августа. В Кандулакше солнечно плюс 20-22. В Умбе тоже хорошая погода до плюс 20 градусов. Ясная погода будет и в полярных зорях. Здесь около 19 градусов тепла. В Апатитах до 20 градусов выше нуля. В Кировске плюс 16-18. В Кавдоре около 18 градусов солнечно. В Мончегорске до 20 градусов тепла. В Лавозере плюс 19-21. В Валенегорске ясная погода плюс 18-20 градусов. В Никеле переменная облачность до 18 градусов тепла. В Заполярном плюс 16-18. В Североморске плюс 17-19 градусов. В Мурманске ожидается переменная облачность плюс 17-19 градусов. Такой прогноз погоды предоставил нам Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ-21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова